Здравствуйте! Не хорошая новость сегодня, извините, что с нее начинаю, но попалась на глаза и, не знаю, думаю, будут какие-то последствия у этой всей истории. 3500 рейсов американских авиалиний, домашних наших внутренних не поднялись в воздух сегодня. В 9.30 должно быть все восстановлено, масса рейсов задержана. Система, которая передавала месседжи, как пилоты сообщались друг с другом, диспетчером, перестала работать. Выключилось. Что-то мне подсказывает, что это могло бы быть возмездием одной из сторон, которые чувствуют происходящее у нас сегодня в Конгрессе. Будь то Россия, будь то Китай, будь то некие еще какие-то действующие лица. Есть Корея, есть сторонники, я не знаю, там этого, Лулы бразильского. Но вот такой вот факт, в частности, маленький кусочек этой системы нашей замечательной авиационной выключился. Будет все восстановлено в 9.30. Позавчера, кажется, это было позавчера, не стало замечательного человека Ленет Хардауэй, известная как Даймонд, часть дуэта «Даймонд и Силк». Две черные женщины, по-моему, они сестры, совершенно замечательно выступавшие на многих-многих каналах. Внезапно в 51 год она скончалась. Это та, которая более активная часть, но она, они обе достаточно обаятельные женщины, и я периодически, должен сказать, слушал их, слушал их периодически, да, порядок слов-предложений. Очень жаль ее, и я об этом говорю еще в связи с тем, что... Я посмотрел, причина смерти неизвестна пока. Но некоторое время тому назад на каком-то веб-сайте мелькнуло, что она большая противница была всей этой истории с ковидом, вакцин, и ее госпитализировали в ноябре с ковидом. Но эта информация была на одном единственном веб-сайте, и ее затерли, ее сейчас там нет. Но ее успели подобрать практически, ну вот, от всех остальных этих наших новостных продавцов, и они всем усолят, что вот она была против ковида, она не вакцинировалась, она вела от ковида. Хотя в данных, в самих этих статьях, то есть это только все в заголовке. Умерла от ковида. Ньюзвик, в частности. Вообще позорное совершенно состояние вот этой вот части американской прессы. И видно, что это то, чему их научили в колледже. Вот написать какую-то дрянь в заголовке. Статья может это опровергать 25 раз, но заголовок... Дальше заголовков мы не идем. И присутствующие часто не исключение. Ну вот, не стало ее, и я думаю, что... Конечно, что значит, я думаю, будет известно, от чего она умерла. И это большая потеря для нашего медийного поля, для ее близких, для ее семьи, безусловно. Но борьба продолжается, борьба идет, и бойцы будут восполнены, и дело наше не будет. То есть привлекательность консерватизма растет. Я не могу сказать, что левацкое бешенство в Америке, оно становится интенсивнее, конечно. Безусловно, дикость нарастает, но и нарастает количество людей с нашей стороны. Особенно в свете того, что я вам сейчас расскажу, и о чем у меня чесался язык рассказать вчера. Но с Борей у нас была важная тема, с Борисом Палантом. И только часть того, чем занялся Конгресс сразу после того, как вошел в должность. Не, конечно, я не мог это все обсуждать вчера. Сегодня расскажу. Безусловно, всех нас радует то, что Омар вылетит из Комитета по иностранным делам. Ильхан Омар, пламенная антисемитка, летит как фанера над Парижем, над Миннеаполисом из этого Комитета. Адам Шеф, Пенсилнек, также известный, под кличкой Пенсилнек. И Эрикс Волвел, известный под неприличной кличкой. То есть Шефа мы знаем. Шеф нам обещал доказательства много раз, что Трамп просто вот под ногтем у Путина. Путин делает с ним что хочет. Ничего никогда не предъявил член Комитета по разведке. Лгун, враг, идеологический и в целом человек неприятный. Вот такую я подведу черту под пониманием его личности. Ну а Эрикс Волвел, человек, который просто спал с китайской шпионкой, об этом вчера мы говорили, его предупреждали неоднократно, он игнорировал. В конце концов, когда игнорировать это было невозможно, ее просто вывезли, помогли ее вывезти бесследно из Соединенных Штатов. Она находится в Китае, эта женщина. И, тем не менее, Эрикс Волвел остался, потому что он очень удобная, поддакивающая голова в нашем правительстве. Так что вот его в Комитете по разведке не должно было быть и не будет. Революционное также предложение прозвучало, опять же, неизвестно пока его окончательная судьба, это закрыть АРС, закрыть нашу налоговую службу просто. Пока только отменили финансирование этих 140 тысяч одних курьеров, вооруженных пистолетами и автоматами, 87 тысяч новых человек. И это стоило бы 80... 79 миллиардов долларов, по-моему. Финансирование АРС было отменено. Опять же, это все должно пройти, и может наложить вето резидент Байден. Но вот такая вот реформа была предложена. Убрать эту налоговую службу и ввести налог на потребление. То есть то, что знают те, кто ездит за границу, там есть так называемый ВАТ. Value-added tax, и это то, что ты платишь, когда ты приобретаешь что-то. У нас есть налог на продажи, sales tax, но вот это еще один налог, который плачешь по мере того, как ты потребляешь. Но денег у тебя в целом остается больше. У тебя нет... У тебя есть выбор. Ты можешь купить что-то, а можешь это не купить. Какие-то вещи ты будешь покупать, я не знаю, добавится ли налог, например, в свете этого на продукты. Мы не платим, например, налога на те овощи, фрукты, которые так щедро нам продает Брайтон-Бич и многие другие районы в Бруклине. Налога этого нет. Какие-то другие виды еды есть, я не вполне знаю классификацию, честно говоря, но на что-то берут, за что-то не берут. Ну, вот такая вот история, заменить вот это все. Говорят, что это только один из слоев. Ну, конечно, может быть, этот счет, концепция, правильно это или неправильно, это лишит каких-то безудержных трат наше правительство. У них, безусловно, будет меньше денег на то, что они будут тоже думать, как и мы, на что мы будем тратить деньги, покупать это или не покупать. Но мы сейчас, собственно говоря, думаем об этом. Опять же, в данном случае мы распоряжаемся большим количеством денег в наших руках. И я думаю о том, чтобы пригласить специалиста по налогам. Первая мысль, которая пришла в голову Борису, когда мы с ним это обсуждали до передачи вчера, сказал, что будет черный рынок, на черном рынке будут продавать без налогов. То есть всегда есть какие-то подводные течения. Но черный рынок никуда не денется. Сегодня черный рынок – это рынок сигарет, например, в Нью-Йорке, когда цена совершенно несусветная была введена на пачку сигарет у нас здесь. Дороже, чем в Европе. И сигареты в других штатах, в Вирджинии в частности, где сильнейшее табачное лобби, и масса людей работает в этой индустрии. Вирджинский табак, естественно. Люди продавили низкую цену на то, чтобы… Там дешевле. Оттуда возят сигареты по всем Соединенным Штатам, где они стоят какие-то дикие деньги, и их продают. Это легальные сигареты. Продают их гораздо дешевле, процентов на 30-40, чем продавали бы со штампом штата Нью-Йорк, с акцизной маркой. Так что вот такой прецедент у нас существует. Ну, я не говорю уже об остальных всех вещах, которые продают вот так вот в обход разрешен. Что у нас еще продают контрабанды? Парное молоко, если хотите знать. Запрещено продавать парное молоко, но есть какие-то люди, которые привозят парное молоко. Я когда-то… Кто-то меня спросил, мне стало интересно, я полюбопытствовал на Craigslist. Есть сервис, и он привозит парное молоко, цельное, свеже-надоидное. Так что есть желание, есть спрос, он будет удовлетворен. Кто-то это сделает или ты сделаешь. Это сам слава капитализму. Так что налоговая реформа приветствуется. И общий, да, и общий налог… Да, кстати, налог-то, да, я же не сказал самую важную часть, что этот налог убрать, а может быть сделать просто общий налог, как говорят, все платят одинаковый процент. Кто-то вычислил это как 13% заработка. Это вполне позволительно. И это, в общем, начало того, чтобы привести наш американский город на холме, сияющий в мало-мальское подобие порядка. Очень многого ждут от комиссии Джима Джордана. Опять же, вчера мы ее упоминали. Джим Джордан из Охайо много говорил о злоупотреблениях, много говорил о том, что делает правительство, как правительство само нарушает американские законы. Вот его во главе с ним начнет работать комитет, называется Select Committee, то есть такой же, какой был под руководством Лин Ченни. И мы считаем, что Бенни Томпсон там был главный, типа человек, сидевший в середине, но Лин Ченни была, так сказать, на острие атаки против тех, кто пришел мирно и патриотично в Вашингтон два года тому назад и высказал свое мнение. Часть этих людей была провокаторами, которые начали попытки проникновения в Капитолий. Потом к ним подключились работники полиции, которые пускали охраны в Капитолий, которые приглашали людей, открывали для них барьеры в Капитолий. И люди вошли туда. И, в общем, это было, конечно, зрелище неприглядное, очень многих беспокоило. Я там находился, я был с шестого, я не был внутри. Я был снаружи, у меня не было... То есть ни у кого из присутствующих не было... Ну, как ни у кого, опять же, кто-то зашел туда. Но большинство людей просто были под влиянием момента, скажем так. Момент был... Для многих это был момент размышлений, для многих это был момент радости, встречи с единомышленниками, встречи надежды на то, что все-таки будет ясность в этом вопросе. Будет пересчет голосов, будут какие-то тормоза наложены на складывающуюся ситуацию в стране. Но ничего этого не произошло. Все произошло так, как мы знаем. И, в общем, будут в этом всем разбираться и в том, в частности, как вот этот Select Committee, этот отборный комитет будет разбираться в том, как военизировано оказалось наше правительство. То есть правительство превратилось в карательный инструмент. Американское правительство. И это целый ряд моментов входит в эту категорию, к сожалению, сегодня. И я хочу пожелать Джему Джордану всяческого успеха в этом сложном деле. Напоминаю, что мой канал YouTube закрыт за двухлетней давности видео. Мы сейчас записываем видео номер 1265, а закрыт он за видео номер 82. Это было видео, поставленное 7 января 2021 года. Я вернулся из Вашингтона и срочно сделал рассказ о том, что же там было. Это мои собственные фотографии, мой собственный рассказ. Это не интерпретация чужой информации. Поэтому обвинить меня в дезинформации сложно. Я говорю о том, что я видел. И о том, что я, конечно, сфотографировал сам. Ну, так вот, значит, это следующий шаг. Ну, это все благодаря, конечно, тому, что был принят в первую очередь новый состав, был зафиксирован. Новые правила были проголосованы за новые правила работы Конгресса. И это New Rules, так называемый, один из старейших комитетов Конгресса нашего, который решает, что и вообще обсуждает Конгресс у себя в зале. И это серьезно, это как диспетчер в аэропорту, это как стрелочник на железной дороге, это как, я не знаю кто, председатель ЖКХ, те, которые решают, что будет разбираться и что не будет разбираться на заседаниях Конгресса. В первую очередь, в последнюю очередь, что проходит как бы тест качественного, тест качества по представленным материалам. Короче говоря, этот был, это важнейший пост, как вы понимаете, это бахтер, он занят был республиканцами, потому что назначает этих всех людей спикер, спикер-республиканец, и теперь с этим у нас будет все в порядке. Я надеюсь, я надеюсь. Все у нас пока гипотетическое, потому что демократы, есть некоторый дух опьянения властью, но сегодня мы это прощаем, это наши люди, и они делают в общем правильные вещи, насколько вот вы со мной согласны. Я не знаю пока. Кстати, на Рамблер можно комментировать, если кто-то любит, там есть этот лайв-коммент, я это вижу, и я вижу комментарии, которые делаются на Фейсбуке. Угу. Ну, все правильно, вот Дмитрий говорит, посмотрел видео номер 84, и ничего, кроме бутылки водки в виде УЗИ, это был мой первый рекламный проект. Я не увидел, что могло бы привлечь внимание Цезаров. Нет, вот убрали мне за misinformation, как они сказали. Вот это, значит, не рульс. И в рамках работы комитета Джима Джордана будет опубликовано, будет дан доступ, и будет проведен анализ 14 тысяч часов, снятых другими камерами в Вашингтоне, камерами внутреннего наблюдения, камерами наружного наблюдения. все это не рассматривалось комитетом под управлением Лиз Ченни и Бенни Томпсона. Не было абсолютно это все привлечено, никто не знает, кто подложил эту бомбу в виде, трубчатую эту бомбу под скамейку, с часовым механизмом много разговоров о ней, но с одной камерой информация есть, а с другой камерой, где все видно, и вообще должно было бы быть, информация эта не была опубликована и не была обсуждена. Среди прочего еще хочется сказать, вот как все происходит у нас в наших делах. Есть персонаж Джордж Сантос, была о нем речь сегодня, это наш нью-йоркский конгрессмен, парень молодой, которого выбрали и которого обвинили в целом ряде фальсификаций, преувеличений, недоговоренностей и прямой лжи. Но он был принят как таковой в конгресс, и его голос, чего греха таить, оказался одним из голосов, проголосовавших за отданных Кевину Маккарти, за то, чтобы он стал спикером. И Джордж Сантос сегодня является членом палаты представителей. После всего того, в чем его обвиняли, он все еще находится там и есть шансы, что он там и останется. Может быть, он перекуется, может быть, он не перекуется. Я надеюсь, что будет проведено достаточно подробное рассмотрение. Я не знаю, дойдет ли это до расследования, потому что слишком громко об этом вопят демократы. Насколько это все будет, так сказать, получит какой-то вес. Ну, люди обманывают, люди врут. Место ли такому человеку в конгрессе? Решает конгресс. Дело наше правое. Надо сказать, что если говорить по аналогам, то количество преступлений, совершенных демократами, количество вранья, высказанного и засеянного демократами в нашей политической жизни, еще как бы предстоит осознать. Но вот с нашей стороны есть такой человек, я лично с ним не знаком, но я рад, что республиканцы сегодня в конгрессе, и я рад, что мы сражаемся, что мы наконец что-то можем противопоставить этой кошмарной банде, которая захватила практически все происходящее в нашей стране на всех уровнях, на всех уровнях, напоминаю вам. Новости, так сказать, ежедневные, это, конечно, ужасный, ужасный потоп в Калифорнии, фотографии, леденящие душу, Южная Калифорния, дождь движется на север, дождь движется на север, Великобритания опасается, опасается того, что грязная бомба будет подложена в аэропорт Хитроу, и как бы угроза миру сегодня исходит из путинской России. New York Times говорит нам опять же о том, о чем я уже говорил, это то, что рейсы будут возобновлены в наши внутренние рейсы будут возобновлены в 9.30, посадка безопасная для всех, кто был в воздухе, все эти самолеты могли сесть в любой момент, когда им это было положено. Битва за Украину продолжается, Украина отрицает, что потерян контроль над солидаром, как утверждает Россия, это была бы первая победа России за последние несколько месяцев, до этого момента, до сегодняшнего дня, Россия терпела только поражение на фронтах. Так что, да, говорят о Джиме Джордане в Нью-Йорк Таймс, о том, что он будет разбирать вопрос того, как американское правительство демократов гонялось за республиканцами, гонялось за консерваторами, гонялось за теми, кто на практике пытается применить свободу слова. В Нью-Йорке медсестры бастуют, в госпиталях вопрос не контракта не решен, но, в общем, это, конечно, не из приятных ощущений, особенно, если вы знаете, что вам предстоит какая-то, не дай бог, серьезная операция или визит в госпиталь, или просто попали туда вне зависимости от каких-либо собственных планов. Но, конечно, злобствуют, Нью-Йорк Таймс не может без этого, Кевин Маккарти ничего не может сделать, и пытаются, конечно, приподнять республиканцев, которые, так называемые Райнас, это сейчас самые большие союзники Нью-Йорк Таймс, люди, которые всегда голосовали с демократами, почему они республиканцы, почему их выбирают в Аляске ли, в Мэйне ли, мы не знаем, в Ахайле, не знаю, везде живут серьезные, патриотично настроенные, действительно, дышащие Америкой люди, и вот падежные. Ну, и, конечно, Байден удивлен, узнав, что у него находились засекреченные материалы в Чулане, его офиса в университете Пенсильвании, его отделение, которое находится в Вашингтоне, центр Байдена было названо, это все мероприятие, опять же, вчера говорил, сегодня, напомню, вкратце, они обсуждали это все, это есть лэптопы Хантера, как откроют этот центр, который будет, как клинтоновская инициатива, но Клинтон собирается сбором денег все время, и он, так сказать, вот с этого снимает какую-то пенку, а Байдена никакого сбора денег не будет, они говорили, почему не будет, потому что будет один источник финансирования, источник финансирования это Китай, китайская коммунистическая партия, точнее, потому что помимо нее, никто мимо ее носа не пронесет ни одного юаня, и довольно много было юаней принесено в почти в четыре раза выросло количество пожертвований от китайских компаний, китайских организаций в университет, в Пенсильванский университет, и, соответственно, честь и халва была оказана Джо Байдену за то, что это произошло, но документы, которые были найдены, засекречены, уже известно, что они касались Украины, они касались Великобритании, и они касались Китая, то есть мы знаем, что в Украине у нас буризма, у нас, у Байдена, в Китае у Конгресса Сволвел, у Хиллари Клинтон, Сволвел, господи, Стилл, Майкл Стилл, досье Данченко и Майкл Стилл, составившие вот это досье, и там еще куча соавторов, которые, надеемся, мы тоже узнаем об этом, это уже книги, тама написаны про то, как это досье создавалось, ну и Китай, естественно, как просто кошелек, который получает максимальное удовольствие от всего происходящего, и это страна, правительство, которое, в общем, получает максимальный доход и благо от того, что там мир производит свои товары. Если бы этого не происходило, Китай в таком виде, в каком он существует сегодня, не имел бы места в нашей жизни. Когда закончилась Вторая мировая война, план Маршалла предусматривал восстановление Германии в частности, Японии в частности, и все то, что мы сегодня видим в наших домах с маркой «Сделано в Китае», делалось в Германии. Самые простые предприятия. У меня есть ножницы, сделанные в Германии, старые, со времен войны, видимо, кто-то... Продавали здесь, в Америке, прекрасный продукт. А делалось это все в Японии, еще кто-то помнит, может быть, самые дешевые вещи, которые делались в Японии. Вот точно так же, как они сегодня делаются в Китае и других местах. Ну, собственно, речь про Китай, конечно. Потом это все стало двигаться, стали это делать на Тайване. Ну, а когда уже Киссингер и Никсон открыли Китай для мира, и Китай показал, что это страна, в которую можно инвестировать, то инвестиции полились туда не ручьем, не рекой, не водопадом, а просто какой-то лавиной. И сегодня то, с чем мы пользуемся, компьютер, на котором я сейчас с вами работаю, микрофон, в который я говорю, вот флаг за моей спиной сделан в США, но 90% того, что я пользую, и гвозди, я не знаю, ну, какие-то вещи совершенно, вы думали бы, что их логично делать и просто делать здесь, в Америке, большая их часть производится в Китае. Не последнюю очередь в этом сыграли американские всемогущие тред-юнионы, как их называли в Советском Союзе, тред-юнионы путем того, что они поднимали, поднимали, пытались поднять роль, поднять зарплату своим участникам, своим членам профсоюзов, они решили бизнес всякого смысла и бизнес ушел. Ушел из Америки значительной степени, образовался так называемый Rust Belt, это металлопроизводственные мощности, которые просто стояли и ржавели, это Пенсильвания, это большая часть нашей страны, ориентирована была на тяжелую промышленность. Вот сегодня мы надеемся, что все это будет возвращаться к нам, и из ржавого пояса мы вновь станем индустриальной, могущественной, державой, и мы разоблачим все эти разговоры о том, что американцы какими-то работами заниматься не хотят. Да, это очень легкий путь для размышлений, но я вижу сегодня, когда люди выходят, и как меняется расовый состав, кстати, вот индустрии, которая в Нью-Йорке очень заметна. Еще недавно почти все пастельоны были китайцами, сейчас почти все пастельоны черные. Еще недавно почти все продавцы в магазинах этих сетевых аптек были черными, сейчас это белые. С чем это связано? Это все меняется. Я думаю, что во многом это связано и с вертолетными деньгами, которые разбрасывались, это связано и с какими-то тенденциями, которые видят люди в том, что происходит в стране и надо ли уходить на пенсию, не надо ли уходить на пенсию, как, например, полицейские, многие в Нью-Йорке, не видя поддержки со стороны государства, уходят на пенсию, если для них это имеет смысл. А некоторые, скрипя зуба, одевают на себя свою форму, берут свои пистолеты, берут свое оружие и идут для того, чтобы соблюдать закон и порядок. Ну, всем им большой привет, всем им пожелание быть здоровыми, не попадать в ситуации опасной и неприятной. Вам, друзья, того же успехов и до встречи сегодня вечером. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok